Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. Когда-то давно, лет 15 назад... Слушайте, ужас. Кажется, только вчера-то было. Так вот, лет 15 назад я ходил с друзьями на яхте между греческими островами по Ионическому морю. И вот как-то утром в бухточке на Итаке зашел в маленькую кафешку выпить кофе. Там готовят чудовищно крепкий, черный как ночь кофе, и к нему подают обязательно стакан ледяной воды. И там на прилавке лежала целая гора всяких местных сладостей. Я бы назвал это разновидностями пахлавы. Там была классическая такая в виде ромбов, была в виде рулетиков, так чаще в Турции делают, была даже в виде гнезд из таких тончайших нитей теста. Такая свернутая аккуратненько. Красиво, короче. Не удержался. Купил полтора десятка по парочке каждого вида. Грецкие орехи надо поджарить на сковороде. Это было чудовищно сладко. Я не смог съесть даже половинку одной. Было полное впечатление, что получил от сахара ожог слизистых оболочек рта. Так сладко было. В результате принес все на яхту. Сообща доедали еще несколько дней. Так вот, вспомнилась мне эта штука, и я захотел такую пахлаву приготовить. Не такую, гораздо менее сладкую. Причем по очень сильно упрощенному варианту. Ну, просто потому что возиться с вытяжным тестом мне не хочется. Для этого купил в магазине готовое тесто фило. У нас в округе есть несколько сетевых супермаркетов. Так вот, в одном из них, такое тесто всегда есть практически, а в остальных периодически появляется. Роматизировать начинку буду кардамоном. Его надо разбить в ступки. Да, шелуху я удаляю, сердцевину растираю в пыль. Орехи можно скалкой прокатать, можно через мясорубку пропустить. Да, можно в измельчителе пробить, кому как удобней. Мне удобнее в измельчителе. Собирать пахлаву из теста фило, тем более магазинного, гораздо проще, чем из домашнего вытяжного. Впрочем, я на канале показывал рецепты вытяжного теста. У меня целых три рецепта штруделя разных есть. Если забуду ссылочку оставить, напомните в комментах и справлюсь. К орехам надо добавить сахара, корицы и кардамона. Да, часть орехов я отложил для украшения. Теперь сборка. В форму бумагу для выпечки. Смотрите, какой тонкий. Как папиросная бумага просто. На дно положу несколько листов теста, смазывая каждый размягченным сливочным маслом. Если делать из самодельного вытяжного теста, то можно чередовать слои. Орехи, тесто, орехи, тесто. Но в случае с готовым, из-за его тонкости, мне удобнее делать всего один слой начинки. К тому же в классическую пахлаву кладут гораздо больше сахара, чем я кладу. И гораздо больше меда. В результате все слои склеиваются. И ничего не разваливается. А в моем варианте, если сделать несколько слоев теста, орехи, тесто, орехи, там сахара гораздо меньше, меда гораздо меньше. Поэтому при поедании она будет расслаиваться. Мне это не очень нравится. Поэтому я готовлю так. Я же говорил, что у меня упрощенный вариант. Для лентяев. Сверху положу также несколько листов теста, смазываю каждый маслом. Но на самый верхний пойдет не масло, а желток. Теперь нужен очень острый нож и немного терпения. Выпекаю в предварительно разогретой духовке. Верхний и нижний нагрев 200 градусов. Время выпечки зависит от вашей печи. В моем случае на это идет минут 12-15 примерно. Но в любом случае следите за внешним видом. Мне пока надо мед с небольшим количеством воды развести. Сейчас наверняка начнется в вакханалии про то, что мед нельзя ни в коем случае греть. Во-первых, нет клинических исследований, которые подтверждали бы полезность меда. То есть это просто сладкая штука. Вкусная сладкая штука. Все эти разговоры на уровне «моя бабушка всегда так считала». Собственно, идея о том, что если мед нагреет, то он свою полезность потеряет, бредятина. Если нет ничего полезного в нагретом, то и терять нечего, согласитесь. Второй миф о том, что в нагретом меде выделяется в яд, оксиметилфурфурол. Вместо тупой писанины прямо сейчас наберите в гугле запрос, типа «Почему мед греть нельзя?». Миллион статей, разъясняющих эту глупость. И про оксиметилфурфурол в том числе про все прочитаете. Так что грейте и не парьтесь. Пахлава уже почти готова. Надо ее смесью медом и воды пропитать. Оставлю в духовке еще на несколько минут, потом нужно будет вынуть и остудить. Ждем! Ну и тут такая вот красота получилась. Смотрите, какая начинка. Что касается вкуса. Грецкие орехи, кардамон, корица. Пробита небольшим количеством меда. Не чрезмерно сладкая. Вот такую пахлаву я могу съесть и не получить ожог слизистых. И вам рекомендую попробовать. Огромное спасибо за компанию. Если вам что-то не нравится, не стесняйтесь пендюрить дизлайк. Если нравится, шлепните лайк, чтобы я понимал, что все делаю правильно. Всем пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова